Европейские ученые, политики, промышленники и энергетики собрались в Запорожье, чтобы обсудить проблемы модернизации ЖКХ и внедрения энергосберегающих технологий. Обменялись опытом и на примере собственных государств показали Украине путь к успеху. О том, как будут применять полученные знания, знает Инна Гогой. О реформе ЖКХ в Украине говорят не один десяток лет, но на практике кардинальных изменений немного. Так считают в профильном министерстве. Сейчас население фактически не принимает участие в вопросах реформирования, а техническое состояние отрасли только ухудшается. В министерстве подсчитали, на модернизацию ЖКХ нужно более 700 миллиардов гривен. В госбюджете таких денег нет. Не сможет исправить ситуацию даже очередное повышение тарифов. Выход один – использовать всевозможные источники финансирования и активно привлекать инвесторов. В Европе государственно-частное партнерство давно стало практикой. Так, в соседней Польше за три года удалось реализовать десятки экономически важных и социально выгодных проектов. Советуют Украине для такого же эффекта создать благоприятный инвест-климат и предлагают свою помощь. Польша может помочь в дальнейшем в создании единого центра государственного и частного партнерства. Также не менее важно вовлечь в обсуждение проектов самих инвесторов, местные общины и государственные структуры. Обязательное условие для успешного реформирования ЖКХ – внедрение современных энергосберегающих технологий. По подсчетам специалистов, воды, тепла и света украинцы потребляют вдвое больше жителей других европейских стран. В Запорожской области к экономии шли не один год и вскоре могут похвастаться первыми результатами. Мы занимаемся сегодня развитием и используем энергию солнца и энергию ветра. Первый, наверное, самый крупный в Украине – это будет ветропарк, который строит сегодня Винпауэр, ДТЭК и мощностью перспективы 500 мегаватт. Но в октябре месяца этого года будет сделан пуск первых 18 ветровых электростанций. В месяце планируем открыть первую солнечную электростанцию. В то же время областной центр работает над созданием единого кау-центра. Планируется, что каждый запорожец сможет сообщить о проблеме в доме, позвонив по телефону горячей линии, и сразу получить ответ о сроках ее устранения. Также в Горсовете планируют разделить функции баланса держателя и предприятия, которые оказывают услуги по содержанию дома. Функция баланса держателя будет закреплена за коммунальным предприятием, а уже непосредственно услуги по обслуживанию жилья мы будем выбирать на конкурентных началах. То есть мы помимо чисто наших коммунальных предприятий планируем на этот рынок впустить различные частные структуры. Но что очень важно, эта работа будет проводиться под контролем коммунального предприятия Запорожского городского совета. Сейчас идет набор операторов кау-центра, а также их обучение и тестирование. В мэрии обещают, первые изменения в работе ЖКХ запорожцы смогут увидеть и оценить уже в ближайшее время.